Что, то, что когда говорят нам за судьбу, это говорит, я вам переведу просто, что вы выходили замуж и женились. Потому что меня спрашивают, вот вы молитесь за судьбу, некоторые вот подростки, они, может, не совсем понимают. То вы зрозумели, да? Мы переживаем за вас, и мы хотим, чтобы это было все вовремя. И Господь прославлялся в вашей жизни. Я уже не буду задерживать ваше внимание. Хочу сделать объявление на следующее служение, которое у нас будет... Значит, следующее служение молодежное у нас будет август 31-е, сентябрь 1-е. Не два месяца, два дня. Просто 31 августа, 1 сентября. И это у нас будет Сиделия, Мизури, нас приглашают. После будет октябрь 19-20, это мы будем ехать Талса-Оклахома, это будет более такого миссионерского направления. Октябрь 26-27, так? 26-27. У нас будет Суфалс, и последняя в этом году конференция будет ноябрь 9-е, 10-е. Мы поедем на юг, в Тексас. Делес, Тексас. 9-е, 10-е ноября. Пожалуйста, будьте внимательны. Славик Миндвест Юз. Вы выходите, там вся информация по жизни, по служению молодежи. Пусть Бог благословит вас. Благодарны вам, что вы услышали, что финансы пополнились. И я смотрю, братья, они говорят, что даже мы им не дали возможности послужить. Ну, мы еще встретимся, братья. Будет возможность. Мы еще поймем у вас, не переживайте. Мы еще будем. Так, молодежь? Не слышу. Аминь. Мы в Рокфорд приедем еще. Так что, да благословит вас Бог. Мы благодарны Богу и вам, дорогие наши друзья, за ваше расположение к нам, к молодежи. Что вот нам нравится, что вы говорите, мы даже не смогли послужить, как хотели. Вы уже и так много послужили. Пусть Бог благословит вас. Краткое стихотворение для Миннесоты. Миннесота, Миннесота. Хорошо, что вы в работе, как в Рокфорте для себя, так и здесь для Миннесота. Видим вас в общем труде, как в устройстве молодежи. Миннесота есть везде для поддержки дела Божьего. Что скажу за поваров? Вижу их всегда довольных. А как изготовят плов, весь Миннесота. Мы все довольны. Благодарны Богу мы, что сегодня в Миннесоте есть друзья. Божьи сыны совершают дело Божье. Тема, что избрали мы, очень важная и нужна. Укрепляйтесь в Господе, сестры, братья, дети Божьи. Укрепляться хорошо. Но еще нужна нам сила та, что только Бог дает, сила в духе, сила мира. Укрепляйтесь, Боги, вы. В духе вы черпайте силу, чтобы стрелы сатаны отражать всегда смогли вы. В заключении скажу, Божий мир и Божья сила да пребудут во все дни. Нам нужна от Бога милость. Да будьте благословенны вы, дорогие друзья Миннесоты. Да благословит Бог все церкви Миннесоты. Всех служителей, всю молодежь, которая так усердно потрудилась для себя, но и для нас. Ну, мы же все молодежь. Усердно, очень красиво пели, очень хорошо все подготовили. Да благословит Бог всех вас. И да умножит еще тружеников для славы своей наш Господь. Мы об этом молимся, мы об этом ревнуем. И перед тем, как будем еще совершать молитву, я уже от имени Миннесоты приглашаю вас на обед. После того, как мы закончим благодатью здесь, мы будем кушать пищу. Повара, как обычно, нам приготовили очень вкусную пищу. И мы будем молиться, что Бог и пищу благословил, и также наш обратный путь благословил. И как была уже совершена молитва, ложил Господь на сердце ваши, дорогие братья, делать правильные решения. И не затягивать с этим, потому что мы хотим слышать голос жениха и голос невесты. Объявление? Пожалуйста. Сергей Горлов, который вчера и сегодня делал объявление, юс-лидер вот здесь в церкви, Раквард, он попросил помолиться. Он с молодежью завтра вылетает уже в Израиль, что и Бог сохранил. И у меня тоже маленькое объявление, что буквально через 4 недели, через 4 недели буквально, будет такая первая миссионерская молитвенная конференция у Кеннеда. Значит, это ближайшая провинция этого Манитоба. И мы рады вас видеть, рады разделить общение в субботу на 5 часов вечера и воскресенье. Пожалуйста, в вашей группе, в вашей лидере, пишите нам, где вы желаете даже разместиться. Возможно, в домах наших верующих или там в отеле у нас есть хорошее, или в Бабелл Калледж тоже есть хорошая возможность. Спешите. И мы рады вас будем видеть, потому что я сижу, и Господь напоминает, что шум последнего дождя, последнего пробуждения, он приближается. И Господь желает через эти конференции готовить молодежь, поднимать молодежь, наделять свои силы, наделять свою властью, наделять своей благодатью для последней иммунизации, для последнего благовестия, чтобы еще многих ввести в число Церкви Христовой и поднять Церковь для встречи с Иисусом Христом. Пожалуйста, не упустите этот шанс посетить первую миссионерскую манитинговую конференцию Кеннеда. Спасибо. 24-25 августа. Я хочу сказать, что первая, она всегда есть первая и запоминается. Что ты еще, братец? Он сказал? Павел, все? Хорошо, друзья, молодежь, я попрошу, давайте мы поднимемся. Нам так приятно быть в Миннесоте, но то, что пришлось сегодня пережить, вот это такое перехождение с одного зала в другой, но я не думаю, что кто-то из нас переживал, да, но как-то мы к этому не совсем привыкли, но, слава Богу, все так было получено хорошо. Но это тоже нас чему-то учит, да, что мы должны быть с вами что? Всегда готовы. К любому повороту событий. Но самое важное, быть готовыми ко встрече с Господом. Читаю слова благословения. Вы громко скажете «Аминь», когда я попрошу. Так, чтобы даже повара на кухне могли услышать. Мы хотим благословить все церкви, которые были задействованы в устройстве молодежной конференции Мидвест, особенно церковь Рокфорд и всю молодежь, которая участвовала, которые приехали, особенно поместные церкви, «Да благословит Бог вас». Хотим вас благословить словами, которыми Бог призвал нас благословлять вас. «Да благословит вас Господь и сохранит вас, и вся молодежь доскажет». «Да презрит на вас Господь светлым лицем своим, и помилует вас, и вся молодежь доскажет». «Да обратит Господь лицо свое на вас, и даст вам мир, и вся молодежь громко скажет». «Да будете благословенны вы, ваши дома, ваши семьи и судьбы ваших детей». У кого внуки – судьбы внуков. У кого правнуки – судьбы правнуков. «Да благословит Бог, чтобы мы слышали всегда голос жениха и голос невесты. Мы будем очень рады, если вы нас еще раз пригласите». Они уже нас пригласили. Спасибо. Давайте мы поблагодарим Бога за это время, за эти два дня. Попросим благословения на предстоящий путь как наш, так и путь молодежи, которые будут отправляться, а также за пищу. Молимся. Дорогой наш Господь.